Будда сказал, лучше идти одному, чем в компании глупца. При желании вы можете эволюционировать за один этот вечер. Нет предела тому, каким может стать человек. Вот что должен делать каждый. Тогда собираться вместе будет очень полезно. Когда Гаутаму Будду спросили, что лучше, идти одному или в компании? Он ответил, лучше идти одному, чем в компании глупца. Что ж, это он сказал, не я. Он был уверен, что только глупец пойдет вместе с вами. Поэтому он сказал, лучше идти одному, чем в компании глупца. В Индии есть такая поговорка. Если хочешь совершить короткое, быстрое путешествие, иди в одиночку. Если хочешь отправиться в долгое путешествие, иди вместе с кем-то. Но очень важно, кто идет вместе с вами. Быть вместе — это не всегда хорошо. Очень часто из-за этого могут возникать неудобства. Прежде всего, если только у вас нет близнеца, и даже в этом случае, мы приходим в одиночку и уходим в одиночку. Если человек не знает, как быть самому по себе, то совместное пребывание может доставить массу неудобств. Нас называют человеческими существами. Это значит, все остальные создания являются теми, кто они есть, только из-за того, что они делают. Но человеческие существа могут просто существовать. Наше уникальное качество в том, что мы можем просто быть. Это значит, что мы — не просто набор компульсивных действий. Наши действия сознательны и разумны. Но когда люди собираются вместе, они, как правило, действуют компульсивно. Это может быть объединение, где действия могут быть целенаправлены, или это может быть компания, где действия еще были целенаправлены, или это может быть толпа, где все действия компульсивны. По сути, быть человеком означает, что мы достигли той точки эволюции внутри себя, что при желании мы можем сидеть здесь и просто быть. мы способны решать, какие действия предпринимать, а какие нет. Определенно, это отдельные личности. Когда отдельные личности собираются вместе, то говорят «мы» во множественном числе. Но все же это отдельные личности, которые собираются вместе. Быть отдельной личностью означает, что вас невозможно разделить. Вы — неделимая единица. люди находят разные способы разделить себя внутри самих себя. В Индии за десять тысяч лет культурной истории мы изобрели множество слов для разделения. очень распространены разговоры об атмане, парматмане, о ханкаре, о том, об этом. Но подобные вещи есть в каждой культуре. Когда все идет хорошо, когда сделано что-то хорошее, если вы спросите, люди скажут «да, я это сделал». Но когда что-то идет не так, если дела идут плохо, тогда они попытаются кого-то найти. А если никого не найдут, всегда есть он. Когда они прекрасны, конечно, они начнут гордиться тем, как они хороши. Когда они становятся неприятными, они говорят «это мое эго». Всегда виноват мистер эго. Таким образом, быть отдельной личностью означает, что это всегда я. Если я замечательный — это я, если я неприятный — это я. Все из вас прекрасны 24 часа в сутки. Да? Вы прекрасны 24 часа? Нет, иногда мы прекрасны, иногда безобразны, иногда отвратительны. Это ничего. Если мы поймем, что именно я способен быть абсолютно прекрасным, и именно я могу быть абсолютно неприятным в другой момент, тогда постепенно количество моментов, когда мы неприятны, начнет уменьшаться. Если я вижу то, что прекрасно — это я, и то, что неприятно... В Индии у нас есть множество слов. «Это моя карма. Что я могу сделать?» Нет. С этим нужно разобраться. Быть отдельной личностью — очень важно. Это значит, что вы не делитесь далее. «Когда я прекрасен — это я, если я неприятен — это я, если я успешен — все — это я, если я потерпел неудачу — это я». С этим нужно определиться. Я задам вам простой вопрос. Сколько человек существует внутри вас? Сколько? Сколько людей внутри вас? Один, два? Только один. Если вы один, вы — обычное человеческое существо. Если у вас больше одной личности, то у вас либо шизофрения, либо вы одержимы. Вам требуется либо психиатр, либо экзорцист. Но вы увидите, что всякий раз, когда что-то идет не так, откуда-то появляется другой человек. Таким образом, стать отдельной личностью — значит уничтожить все то, что всплывает, и просто сказать «это я». То, что является мной, имеет множество измерений. Если я не вижу это как отдельную неделимую личность, то трансформация не произойдет. Если не произойдет трансформация, если люди сойдутся в таком состоянии, они создадут больше проблем, чем решений. Все создания держатся друг рядом с другом. Взять даже диких животных — большинство из них собираются вместе. Даже обезьяны, которые всего на один шаг позади нас, живут стаями. Только человеческие существа способны сидеть в одиночестве и трансформировать себя. Потому что привилегия быть человеческим существом в том, что мы способны просто существовать. Поэтому вас называют человеческими существами. Вы способны существовать, вы не набор компульсивных действий. При желании вы можете осознанно эволюционировать. Вы могли бы преобразиться за один этот вечер, если бы захотели. На это не потребуется миллион лет, потому что наша эволюция от биологической перешла к осознанной. Для всех остальных созданий это предопределено. Природой приведены две черты, в пределах которых все остальные создания живут и умирают. Но когда мы приходим как человеческое существо, дана только одна отправная черта. Верхнего предела не существует. Нет предела тому, каким может стать человек. Прежде чем объединиться с другими людьми, будет хорошо каждый день по утрам или в определенный период жизни отстраниться и провести немного времени наедине с собой и посмотреть, как, каким образом вы можете стать немного лучше, чем были вчера. Вот эта жизнь. Как она может стать чуть лучше, чем была вчера? Потому что в большинстве случаев люди сходятся вместе ради собственных нужд. Они сходятся вместе, чтобы удовлетворить свои потребности. Некоторые собираются ради какой-то цели. Некоторые собираются вместе, чтобы есть, пить и быть вместе. Потому что не могут быть одни. Вот что должен сделать каждый человек в течение некоторого времени. Сделайте одну вещь. Просто на 24 часа оторвитесь ото всего. Не сегодня, сейчас вы среди людей. Возьмите паузу. Просто 24 часа не читайте, не смотрите телевизор, не пользуйтесь телефоном. Просто сидите в комнате, бодрствуйте, не спите. И если вы понаблюдаете за природой своего ума, вы и сами удостоверитесь, что это безумец. Потому что у большинства людей, если они ничем не заняты, их ум не может остановиться на чем-то одном. Они не могут просто быть здесь. Активность просто продолжается в компульсивном психологическом состоянии. Когда с вами происходит подобное, вы не можете просто быть. Это значит, вы не можете быть человеческим существом. В вашу жизнь должно прийти существование. Только тогда совместное пребывание будет ценным. Если вы знаете, как быть наедине с собой, тогда собираться вместе будет очень полезно и очень ценно. Это значит, что мы собрались вместе сознательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok